Следующий вопрос имама Тур-Раджуль Фибейти и его Маззидиги. Разрешено ли человеку быть имамом в доме другого человека или в мечети другого человека? То есть если в мечети есть твой постоянный имам, можно ли тебе приходить в эту мечеть и вставать имамом вместо него? Говорит Загаб Аксар-Уль-Улама, иля анна Раджуля ла ягдаму аля Раббиль-Бейт. Большинство ученых считает то, что человек не должен вставать перед хозяином дома, то есть не должен совершать намаз в доме какого-либо из мусульман, кроме как этот хозяин дома должен вставать имамом. А также в мечети, в которой есть постоянный имам, не должен становиться имамом, кроме как разрешения, то есть хозяина дома или этого имама. Из-за хадиса Абу-Маззуда, который у нас в главе, под номером каким? 398. В нем приходит Валя яуманна Раджуля ла Раджуля си Султани. И пусть один человек не встает имамом над другим человеком в его владениях, то есть владение включает в себя дом человека, так или нет. И также в мечети, если человек является в ней постоянным имамом. И пришлось за северным снадом от того же Абу-Саида Мауля Абу-Усейда. То есть, когда я женился у Ана-Мамлюк, и в то время я еще был рабом, позвал к себе как бы на что? На обед или на фир, так или на торжество людей. И среди них были подвижники посланий к Аллаху, саламу Абу-Саида, из них Абдулла и Абу-Маззуда, а также Абу-Зара, а также Хузейда. Видишь, мы говорили, этот татар приводили ранее, говорили, что они совершали намаз за рабом. Вот это вот как раз вот эта история. И пока мы были у нас, пришло время намаза. Я сказал, пусть один из вас станет имамом, потому что они сподвижники. Так, но они сказали, они сказали, нет, ты вставай вперед, у тебя больше прав, так как ты хозяин дома. Если с тем, что Ибн Масруд, например, известен с тем, что он был честом Кур'ана, так или нет. И, несмотря на это, поставили вперед того, Абу-Саида, Мауля Абу-Усейда. И в некоторых ивратах хадиса приходит то, что Хузейфа хотел встать вперед, но подвижники его порицали. То есть сказали, отойди, пусть он станет имамом. Говорит, вазлахир хаза анну лая тақаддан ахадун ва ин азина. Внешне этот асар выглядит так, что не должен вставать перед хозяином дома никто, даже если хозяин дома сам разрешает. Потому что он больше имеет прав на то, чтобы быть имамом. И это мнение Исхака. То есть мнение Исхака ибн Ибрагима рагауэ какое? То, что даже если хозяин дома разрешает, все равно ты не можешь стать имамом. Должен все равно вставать хозяин дома. Ваджа фи хадис андатирмизи ва абидауд. И относительно этого пришел хадис от тирмизи и абудауда. Со слов Малика ибн Хуэриса от пророка Сарлауа алисаляма, где сказано, «Манза рахауман фалайя уммаум». Кто посетил каких-либо людей, то пусть не встает над ними имамом. Валия уммаум ражилан минум. Но пусть станет имамом в намазе один из них. То есть один их хозяев. Во Финеснадии, но без снадия этого сообщения, Абу Атия, о котором он сказал ибн Альмадине, ла юараб, то, что он неизвестен. То есть над этого сообщения слабый, потому что в нем неизвестны передачи. Ва салаву мазада илий аль дюмгур. Поэтому правильным мнением в этом вопросе является мнение большинства ученых. Сайф. Только в этом вопросе мнение получилось? Два мнения. Большинство ученых говорит, что хозяин дома или имам мечети постоянный больше имеет прав, чтобы быть имамом в намазе. Но если он сам разрешает, то ты можешь стать имамом. Второе мнение какое? Что даже если разрешает, то ты можешь стать имамом. Говорит, что первое мнение является правильным. Ва ла у али. Мне один Аллах лучше знает. Ва ля хиля ха сиян на сахиб аль бейт ахах кубин имама. Вместе с этим нет разногласий среди ученых, что хозяин дома больше имеет прав быть имамом. Калилу ибн Кудама. И отсутствие разногласия об этом сказал ибн Кудама. Значит, правильным мнением какое? То, что хозяин дома больше имеет прав быть имамом в намазе, но если он сам тебе разрешает и сам тебя просит стать имамом, тогда ты можешь стать имамом. Это мнение более правильно в этом вопросе.